МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Еще один шанс загадать желание. Откуда пошла традиция встречать Старый Новый Год? Новости с чебоксарских прилавков. Что происходит с ценами на рынках столицы Чувашии? За уловом только пешком. В Ядренском районе наказали рыбаков, которые нарушают границы водоохранной зоны. Год новый, а проблемы прежние. Повышение цен в России не обсуждает, наверное, только ленивый. Сегодня народный контроль выехал в рейд по рынкам столицы Чувашии. Посмотреть на цены отправилась и наша съемочная группа. Хозяйка однажды с базара пришла. Хозяйка с базара домой перенесла картошку, капусту, морковку, горох, свеклу, петрушку. Ох! Неизвестно, по какой причине хозяйка охнула в этом известном детском стихотворении. Зато нынешние хозяйки нередко охают от цен. Картошка 25 рублей стоит. Что так дорого? Это разве дорого? Это не дорого 25 рублей. Это не дорого 25 рублей. Сколько она стоила до Нового года? До Нового года? Так же, ни изменений нет. До Нового года может быть и так же. А вот в ноябре картофель стоил на несколько рублей дешевле. Впрочем, если брать сразу целый мешок, то можно купить и по 18 рублей за килограмм. Такой вариант народный контроль нашел, к примеру, в торговом комплексе «Николаевский» на Центральном рынке. Некоторые другие овощи тоже подорожали, к примеру, капуста. Продавцы объясняют, чтобы продукт не испортился, нужны определенные условия хранения. А это дополнительные затраты. Так, а вот эта капуста, она у вас, капуста, получается, наша Чебоксарского района? Сколько она до Нового года стоила? Сейчас 30 рублей. 25 рублей. 25? 25, да, разница на 5 рублей. А что, повысили на 5 рублей? Раз чем дальше, тем хранить сложнее, да? С октября капуста подорожала, лук подорожала уже. Возмущаются некоторые, конечно. Но кто сажает, ничего не говорят. Так и должна быть цена, говорят, потому что выращивать очень тяжело, говорят. Больше всего чебоксарцы жаловались на подорожание яиц. И по данным Чувашстата, неспроста. Цена на этот продукт в конце года выросла на 23%. Какие яйца самые дешевые? Стоили 40, 45. И здесь представители народного контроля нашли вариант, который поможет чебоксарцам сэкономить. Яйца стоят дешевле в фирменных точках чувашских производителей. Однако некоторые из них тоже задрали цены. С этим еще предстоит разобраться, отмечают народные избранники. Просто до Нового года в связи с определенными новостями о росте доллара начались спекулятивные настрои, на чем недобросовестные бизнесмены начали какую-то определенную прибыль получать необоснованную. И тем самым на этой волне начали поднимать цены. У них, мне кажется, вообще не должно, как это называется, не дорожать. Потому что, как называют, куры, те же, правильно говорите, у нас электричество и газ особо, такие же цены не подорожало ничего же. Мне кажется, и транспорт тоже. Я считаю, что цены должны быть такими же. Особо они не должны увеличиваться. Кстати, есть и хорошие новости. Цены на продукты, которые резко подорожали в предновогодние дни, сейчас пошли на спад. Вопросы цен на сегодня, вопрос очень актуален, потому что цены всех волнуют. Мы посмотрели, что цены на какие-то продукты сейчас снизились, но есть и на ту продукцию, которая цена чуть повысилась. Какого-то роста большого цен нет, но, конечно, мы объехали все рынки и убедились в том, что на рынках, конечно, цена на продукты намного дешевле. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика. Здоровье не купишь, говорят в народе, но когда что-то заболит, хочешь не хочешь, идешь в аптеку. Там можно приобрести лекарства от разных хвори, но в копеечку это влетит точно. Как складывается ситуация в этой сфере на фоне подорожания других товаров? Смотрите далее. С марта этого года в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов пойдут более 800 наименований. Список был расширен в конце прошлого года. В их числе и дорогостоящие для лечения редких заболеваний. Цены производителя и надбавки посредников на такие препараты жестко контролируются государством. Цены могут корректироваться не более одного раза в год. В каждой любой аптеке, если вы зайдете, независимо от формы собственности, имеются специальные журналы. Если посетитель зайдет, можно попросить, дайте мне, пожалуйста, перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Можно посмотреть, сколько это лекарство может стоить в Чувашской, к примеру, до республики. Можно проверить, то есть, причем, если цена завышена, а это грубейшее нарушение лицензионных условий, это просто недопустимо, еще раз говорю, независимо от формы собственности. За этим следят все службы исполнительные, фискальные органы. Ну, мы, конечно, на предприятии тоже строго следим. Цены, которые были утверждены по состоянию на 1 января 2014 года, сегодня еще не пересмотрены. Что касается препаратов, которые не вошли в перечень жизненно необходимых, здесь, конечно, действуют законы конкуренции. Все производители лекарств заинтересованы в сбыте своей продукции и стараются делать ее доступной. В декабре 2014 года на обычные лекарства цены уже повысились от 5 до 11 процентов и дальнейшего роста не ожидается, говорят представители аптечных сетей. Мы действительно обеспокоены ситуацией с повышением цен на лекарственные препараты. Поэтому проводятся сейчас такие мероприятия, как и волонтеры у нас мониторируют цены по аптекам в постоянном режиме. В еженедельном режиме мы мониторируем ситуацию по ценам на лекарственные препараты из топ-30, потому что тоже есть такие препараты, которые вроде не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Но они пользуются достаточным спросом. У нас заключены соглашения с 32 аптеками на вот этот еженедельный мониторинг цен. Государственная политика Российской Федерации, она сейчас направлена на то, чтобы удержать рост цен на жизнь необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Проблем с льготным лекарственным обеспечением не должно возникнуть. Запасы на первую половину 2015 года в республику завезены, отмечают в Министерстве здравоохранения Чуваши. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика. С этого года увеличился и размер государственной пошлины за регистрацию прав и сделок на недвижимое имущество. Теперь, чтобы оформить права на квартиру, нужно заплатить вместо 1 тысяч рублей 2. Юридическим лицам придется сложнее. Вместо 15 тысяч – 22. Пошлина за госрегистрацию права собственности в рамках дачной амнистии возросла с 200 до 300 рублей. Последнее повышение госпошлины было в 2010 году. И здесь уже само время подсказывает, что, наверное, пора повышать госпошлину. Здесь повышение произошло еще потому, что половину госпошлины мы будем отдавать МФЦ. Так как услуги Росреестра оказываются во всех многофункциональных центрах, и половина суммы будет уже оставаться в местном бюджете, половина будет уходить в федеральный бюджет. В Росреестре также сообщают, что в этом году в Чувашии перестанут выдавать цветные свидетельства о госрегистрации прав на недвижимость. Теперь подтверждение своих прав граждане будут получать на простом фирменном бланке Росреестра. Для чего это сделано? Так как свидетельство, оно действительно на момент выдачи. То есть завтра на квартиру могут наложить арест. И получается, что это свидетельство уже будет недействительно. Нет смысла тратить такие огромные деньги на защиту этого свидетельства, этого бланка. Поэтому было принято решение, что оно будет выдаваться на простом фирменном бланке Росреестра. Организации, банки, предприятия все предупреждены о новом образце свидетельства. Поэтому при предъявлении проблемы у граждан не возникнет. Следует отметить, что никаких замен свидетельства это не требует. Оба бланка являются действительными. Сегодня мастера пера отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день, в 1703 году, в России по указу Петра I вышел в свет первый номер газеты «Ведомости». С тех пор в стране и началось развитие газетного дела. От наборщиков, корректоров и редакторов до журналистов и публицистов. Праздник охватывает широкий спектр профессий. Людей, которые считают День печати своим профессиональным праздником, с каждым годом становится все больше. Еще в 2009 году в России было зарегистрировано порядка 33 тысяч различных печатных изданий. На начало 2014 года почти 90 тысяч СМИ. Из них в Чувашской республике более 190. Сегодня в Чебоксарах названы лауреаты ежегодных журналистских премий. Так, республиканскую журналистскую премию имени Семена Эльгера присвоили обозревателю газеты «Хыбар» Ирине Клементьевой. И нашей коллеге, редактору национального радио «Чуваши» Розе Деменцовой. Премию имени Николая Никольского получили составители энциклопедии чувашской журналистики и печати. А заслуженный работник культуры Герман Желтухин удостоился премии имени Леонида Ильина. Ушли в прошлые времена, когда из села ехали за образованием в столицу. В Батыревском районе выстроили такую многоступенчатую систему получения знаний, что в нее оказались вовлечены даже самые маленькие жители. Около двух тысяч детей посещают дошкольные заведения. А почти четыре с половиной тысячи ребят ходят в школы. Детский сад в центре Батырева заполнен до предела. С рождаемостью здесь все в порядке. Детский сад рассчитывали на 276 детей. Детский сад большой, светлый, яркий. Посещаем детский сад хорошее. У нас огромный пищеблок, замечательный пищеблок. У нас работают пять поваров. Я думаю, что детям и родителям нравится, как мы готовим еду для детей. Татарско-Сугутской средней школы жители района гордятся особенно. Помимо учебы, ребята осваивают здесь прикладные дисциплины. В жизни все пригодится. Учащиеся здесь занимаются на уроках технологии. Мальчики отдельные, девочки отдельные. Для мальчиков есть у нас отдельная мастерская. Девочки здесь в комьюнити домоводства занимаются. Кроме этого, дополнительно для них работают кружки рукоделия, шития, кройки шития. И еще у нас работает кружок вязания. И здесь рядом есть еще кухня у нас. Они занимаются, готовят пищу. Салаты делают, выпечку пекут. И иногда делают такие праздничные торты. Очень любят заниматься ребята и физкультурой. Новый спортзал стал местом притяжения для школьников. Я люблю очень учиться. Я люблю заниматься спортом. И если занимаешься спортом, надо быть здоровым. Спортзал новый. Я очень люблю заниматься на мате. Я очень люблю спортзал свой. Ребята наши очень любят спорт. В школе постоянно проводятся разные мероприятия, кроме уроков физкультуры. Работают спортивные секции. Особенно секции такие, как борьба национальная, вольная борьба. В основном в системе образования Батаревского района работают молодые специалисты. Более 30% учителей имеют высшую квалификационную категорию. Юлия Важенина, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика. Лыжные гонки, хоккей под открытым небом, снежные бои. Этой зимой развлечений хоть отбавляй. Герои нашего следующего сюжета не ограничились стандартным набором снежных забав и опробовали экстремальный вид отдыха. Тюбинг или катание на надувных санках – это развлечение, во время которого человек едет на верхней части круглой надувной камеры, по воде, снегу или воздуху. Поскольку надворение месяц май, нас больше интересует зимний вариант тюбинга. Снежный тюбинг берет свое начало в далеком 1820 году. Тогда первые гонщики прокатились в Альпийских горах. Сегодня катание на ватрушках набирает популярность во всем мире. И наш регион не исключение. Однако воздушные санки не так безобидны, как кажутся на первый взгляд. Из-за круглой формы зимнего тюба контролировать скорость движения и направление очень тяжело. И если на санках можно использовать ноги, как педали тормоза, то аналогичные действия на тюбе могут привести к вращению. Чтобы избежать травм, необходимо соблюдать технику безопасности. Во-первых, нужно скатываться строго в том месте, в котором указывает администратор, то есть я. Например, на нашей трассе можно скатываться ни в коем случае не с самого верха, а там, где мы стоим, на уровне беседки. Держаться нужно за ручкой ватрушки. Их четыре штуки, то есть они находятся по сторонам света. Ватрушкам доступны любые возрасты, но маленьким детям рекомендуется все-таки сопровождение с родителями. То есть на коленках вместе держась. Заниматься тюбингом можно только на специально оборудованной трассе со снежной поверхностью. Садиться на санки надо так, чтобы при спуске не вылететь с них и не перевернуться. Главное – правильно распределить центр тяжести. Для этого надо поглубже сесть в центральную часть ватрушки так, чтобы не касаться ногами снежной поверхности. Если ноги все же касаются земли, необходимо взять тюбинг диаметром побольше. Экстремалов, не соблюдающих меры безопасности, очень часто можно увидеть в травматологии. По состоянию на 12 января через наше отделение прошло 5 пациентов с травмами, полученными при катании на ватрушках. Совершенно разные травмы, переломы позвоночника, переломы конечностей, череп-мозговые травмы, в общем, повреждения лицевого скелета. По тяжести травм, полученных на ватрушках, мы видим, что они действительно более тяжелее, чем те, которые получены на качелях. Поэтому осторожность и еще раз осторожность. Необходимо тщательно выбирать не только трассу, но и погоду. Врачи не советуют кататься в снежную, ветреную погоду и в темное время суток. В этом случае сложно будет заметить препятствия, которые чаще всего приводят к несчастным случаям. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика. Правоохранительные органы, региональные и федеральные СМИ, волонтеры. Вся Россия уже 10 дней ищет родителей потерявшегося в Казани мальчика. 3 января в 8 часов вечера он был найден спящим в подъезде жилого дома по улице Девятаева вблизи Казанского автовокзала. Возможно, он приехал из соседнего региона. Имени своего не называет, только зовет маму или тетю. Бездомным его не назовешь. Ухоженный вид, модная стрижка. Был одет в синий комбинезон с капюшоном и красными вставками. Голубой шарф, шапку в полоску с рисунком крокодила и черные ботинки. В руках держал игрушку в виде елочки. На вид 2-3 года, рост 89 сантиметров. Среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просьба обратиться по телефону. 8 843 291 48 21 8 843 298 02 80 или 02 Малыш все еще ждет, что его найдут родные. Критическая ситуация на реках Ядренского района. Из-за недостатка кислорода в суре, рыба устремилась в ее притоке. Это привлекает браконьеров. Некоторые приезжают на рыбалку не с удочкой, а с баграми. Но не только это вызывает обеспокоенность. Любители подледной ловли заезжают на своих автомобилях за так называемую водоохранную зону. Сегодня нарушителей выявляли в ходе масштабного рейда. В нем приняли участие спасатели, полицейские, сотрудники управления Росприроднадзора. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Обычно в это время года в окрестностях реки Урга настоящий аншлаг. Добраться сюда возможно только по этой дороге с крутыми спусками и поворотами. Но это не останавливает никого. Даже в будни сюда приезжают сотни рыбаков. Любители подледной ловли нарушают закон. У данной речки также есть водоохранная зона. Ее ширина 200 метров. Данные автомобили, которые здесь находятся, как раз попадают в зону действия данной водоохранной зоны. Все они находятся на местности, которая не имеет твердого покрытия. И тем самым нарушают требования водного кодекса. За это в кодексе об административных понарушениях Российской Федерации предусмотрена ответственность. Когда у реки появляются люди в форме, многие рыбаки бросают свои авто и уходят подальше от берегов. Но некоторые любители подледной ловли, даже увидев издалека представительную делегацию, все равно преодолевают запретную зону. На нарушителей составляют протоколы, но они пытаются доказать свою правоту. На повышенных тонах рыбаки общаются не только с инспекторами природного надзора, но и сотрудниками полиции. Нарушители карают крупными штрафами, их размер превышает 3000 рублей. Во время рейда инспекторы МЧС раздают рыбакам памятки поведения на льду. Из-за перепада температур его толщина уменьшилась до 20 сантиметров. Ну а некоторые, пренебрегая правилами и рискуя жизнью, по льду передвигаются прямо на своем автомобиле. Здесь повсюду можно увидеть следы от колес и накатанную трассу, а в некоторых местах и глубокую колею. В данном месте, в Ядринском районе, где я являюсь руководителем, уже произошло три случая. Так, «Шевроле Нива» 31 декабря провалилась на въезде в карьерный около реки Сура в районе города Ядрин. Провалились передние колеса, но был извлечен автомобиль самостоятельно. Кроме этого, ВАЗ-2114 на устье реки Урга, где мы сейчас находимся, тоже провалился под лед передними колесами, но машина самостоятельно была извлечена. Снегоход остается в данный момент еще под водой. Бороться с нарушителями муниципальные власти решили только кнутом. Пряники уже не помогают. Подобные масштабные рейды на реке Урга планируют проводить намного чаще. На подъездах к левым местам появятся запрещающие знаки. Решить проблему и ограничить движение вблизи этих берегов могут только штрафы. Митрий Ковалев, Ироссиль Мухаммедов, Республика. Всероссийское голосование «Город России» и «Национальный выбор-2014» подошло к концу. В этом году столица Чуваши заняла пятое место. За нас проголосовало более 83 тысяч человек. Номинировались на гордые звания более 80 российских городов. Лидером рейтинга стал Хабаровск, набрав более 192 тысяч голосов. За ним расположились Уфа и Кострома. Впервые общенародные выборы самого привлекательного, узнаваемого и символичного города прошли в 2012 году. Тогда в национальном конкурсе победил Смоленск. А в 2013 году почетное звание было присвоено столице республики – Чебоксаром. В ночь с 13 на 14 января вся Россия и некоторые другие страны мира отмечают Старый Новый Год. Праздник неофициальный, но любимый всеми. Традицию отмечать Старый Новый Год связывают с расхождением двух календарей – гулианского календаря – старого стиля, и григорианского – нового. Это расхождение в 20-21 веках составляет 13 дней. Поэтому Новый Год по старому стилю отмечается в ночь с 13 на 14 января. Все больше людей относятся к нему как к самостоятельному празднику, который продлевает очарование Нового Года. При этом более спокойной ему не свойственна суета, которая является неизбежным спутником Нового Года. В Чебоксарах в связи с этим до 15 января продлили и рождественскую ярмарку на площади республики. Я и весь коллектив национального телевидения «Чуваши» поздравляем вас со Старым Новым Годом. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова